Пройти 10 уровней и победить – это не игра, а почти настоящая жизнь. Конкурс профмастерства персонала ТЭЦ, принадлежащих к эсхолдингу, в самом разгаре. 14 команд со всей страны должны доказать, что их участники по праву считаются самыми лучшими работниками на своих станциях. И стаж работы порой здесь ни при чем. Молодежи в командах хватает. Для них это может быть даже и полезно. Может, они не займут какое-то призовое место. Но как опыт в дальнейшей работе, может быть, это даже более правильно. То есть не всегда выигрывает больше кто-то, выигрывается. Выигрывает тот, кто получает больше опыта. Потушить пожар и спасти человека персонал ТЭЦ должен уметь правильно действовать в самых экстремальных ситуациях. К счастью, при правильно организованной работе такие случаи редкость. Конечно, большинство уровней конкурса далеки от зрелищности. Да и устраивать эксперименты над действующим оборудованием никто не станет. Поэтому работа станции моделируется с помощью специальных компьютерных программ. На таких тренажерах команды показывают свои навыки. Кроме того, участники должны знать и правила оформления документации, и технику безопасности. Впрочем, сказать, что головой работать легче, чем руками, все-таки нельзя. Это разные совершенно этапы. Одни надо именно головой думать, а эти именно руки-ноги. Ну и, соответственно, голова тоже должна работать. Эти этапы интересны тем, что физически приближен к жизни. Ну и этапы на компьютерах, допустим, это все элементы игры. В честь Волжской ТГК на конкурсе отстаивает команда ТЭЦ ВАЗа. Удастся ли ей войти в тройку лидеров? Станет ясно уже на этой неделе.